Привет, друг! Мы добрались с тобой до одного из самых красивых и восточных городов России. Место, где на морском пароходе можно легко добраться до Японии. И вообще, это город, который больше похож на какой-то заграничный порт, нежели чем российская дальневосточная столица. Здесь живут свободные и предприимчивые люди, которые очень любят и умеют хорошо отдыхать. В Владивостоке, мосты, это как Москва-сити в Москве. В любой рекламе нужно как-то умудриться вставить эти ворота или какая-то... Если приезжаешь во Владивосток на поезде, то стоит вступить на железнодорожную платформу, как тут же погружаешься в атмосферу города. Тут и порт, и площадь, и высокие здания, и природные рельефы, и плотная застройка, и, конечно же, морской залив с видом на знаменитые Владивостокские мосты. Архитектура центральной части города местами передает эпоху середины 19 века, но тут же за поворотом возвращает тебя в сегодняшний день. Здесь есть Арбат, часть которого своим декором напоминает Никольскую улицу в Москве. Здесь есть три набережных, спортивная, корабельная и набережная Цесаревича, и масса смотровых площадок. Именно их я в этот раз и решила изучить особенно внимательно. Своё название Владивосток берёт от слияния двух слов «Владей Востоком». Китайцы называют этот город заливом Трипанга, японцы соляной бухты, а местные рыбной столицей или Тихоокеанскими воротами России. Самая высокая точка здесь, она же самая популярная, сопка Орлиное гнездо. Но в этом году попасть на смотровую площадку этой сопки нам не удалось, так как она вся перерыта строителями. Зато мы решили открыть для себя новые локации и отправились в сторону морского кладбища. Одно в Владивостоке можно сказать абсолютно точно, что это город какого-то бесконечного воркаута. Всё стоит на горах. Из-за того, что куда-то добраться себе нужно. Подняться обязательно куда-то. Мы сейчас влезем в такую гору по морскому кладбищу. Чтобы добраться до этой радиорубки. Не факт, что мы ещё туда попадём. Но попа подкачан на 100%. И виды везде, где бы ты ни залез, открываются просто фантастически. Очень часто в вопросах навигации нам помогает приложение 2ГИС. Как правило, оно выстраивает прекрасные маршруты. Но это совсем не про маршруты Владивостока. Зачем-то нам было посоветовано доехать до нижней точки кладбища, через него взбираться в гору по центральной дороге. Потом обойти намеченную локацию с нижней стороны, но дальше указанный путь резко обрывается плотностью на могилу. Знаю, звучит это весьма кощунственно, но в оправдание своё скажу, что мы там ничем таким не занимались. Мы просто хотели посмотреть локацию. Мы наконец-то добрались сюда. Любая вообще абсолютно, конечно, здоровенная, ржавая, заброшенная, монументальная какая-то фигня всегда выглядит максимально эффектно и производит впечатление. Мы долго вообще шли под Вагису. Он показывал нам маршрут какой-то непонятный совершенно, потому что та дорога, которую он показывал, её просто нет. В общем, мы, короче, проявили немножко смекалку для того, чтобы попасть сюда. Казалось, это нераспространённое место, но оно очень впечатляющее. И если у вас попадётся какой-то проводник, который может сюда вас привезти, обязательно нужно воспользоваться этой возможностью. И здесь делают красивые фотки. Здесь очень красивый вид на мост, на русский, в другую сторону Владивостока. В общем, абсолютно однозначно эта дорога стоила того, чтобы сюда попасть. На самом деле, очень простая и короткая дорога к куполу лежит через центральное КПП на кладбище. Там нет никакой пропускной системы, просто заходишь и идёшь по центральной улице налево. Широкая дорога ведёт тебя прямо к радиорубке. И по этой дороге туда даже заезжает на машинах. Какая-то армейская постройка. У нас автопарк был в похожем стиле. Ржавый в говне. Так, конечно, нормально, прикольно. Общий стиль этот выдержан. У нас в парке нижняя часть вся копируется. Она вся примерно одинаковая. Отсюда открывается абсолютно шикарнейший вид на город. И вообще, это довольно эпичное место для любителей брутальных фотосессий. Свадьба, короче, закончилась. Часть гостей уехала в Триозёрье в бухту отдыхать. А мы продолжаем путешествовать по Владивостоку, смотреть, что здесь есть ещё. Сейчас вот сидим на лавке во дворе, ждём, пока выйдет моя подруга. Она нас обещала свозить на мыс Табизино. Табизино. На мыс Табизино. Табизино. Легендарнейшее место в Владивостоке. Все абсолютно местные рекомендуют там побывать. Там открывается прекраснейший вид. Как говорят они, ну я тоже бывала на мысе Табизино. Был там видос, который был сделан только для моих друзей. Но я решила его всё-таки открыть, выложить. Для всех остальных вот здесь ссылку оставлю. Можете посмотреть. Это было 4, наверное, почти 5 лет назад. Местные это место сравнивают с Бали. Вот так вот там красиво, говорят. Такая там природа. В общем, мы сейчас поедем. И я вам обязательно всё-всё-всё покажу. Дорога до мыса пролегает через мост на остров Русский. Навигатор рекомендует двигаться по проспекту Университетский до конца асфальтированного участка дороги. Там разворачиваемся обратно на грунтовую дорогу. И по ней едем около 1 километра в обратную сторону. При первом повороте свернуть направо. Снова на грунтовую дорогу. Далее будет развилка, с которой также необходимо повернуть направо. А потом следовать прямо до парковочной зоны. Здесь придётся оставить машину. И уже оставшийся путь проделать пешком. В общем, у нас первая остановка, точнее высадка. Проехали до середины дороги. Трассы нас здесь высаживают. Раньше здесь дороги не было досюда. Сейчас она есть. Сзади у нас такая бухта, в которой офигенные здоровые волны. Жень, остаётся нас здесь ждать. А мы идём по тропинке вперёд. И там, в общем, нам идти, идти. И мы выйдем к мысу. А вообще тут город, в котором ничего абсолютно не происходит необычного. Просто вчера к нам вышла леса в районе этого океанариума. Сегодня мы приехали сюда. Тут просто над бухтой кружит вертолёт. Очень низко приземлился. Он там как будто бы ищет какую-то площадку. Экшн? Экшн? Заказной, наверное. Все знали, что мы поедем сюда влог снимать. Дальше, ребят, идёт огромный пешеходный участок в обе стороны. Путь у нас занял около четырёх часов по дороге. Мы, разумеется, наслаждались открывающимися видами. Сворачивали шею от этой красоты. Но ни разу толком не остановились на привал. Тут тоже этот канатный спуск, прикинь? Да. Яйца вот здесь уже собрали. Мы с Тобизином сегодня одна из самых популярнейших локаций Владивостока. И стало это именно после того, как на остров Русский проложили мост. И в целом стали развивать на острове инфраструктуру. Чем отличился лейтенант Тобизин, что в его честь в итоге назвали целый мыс? Я, если честно, так и не смогла выяснить. Зато совершенно понятно, что это поистине уникальное место, о котором можно говорить бесконечно. Но, как по мне, лучше один раз его лично увидеть глазами. Дорога по самой южной точке острова не такая уж и простая. Чтобы перебраться на вторую часть, нам пришлось поупражняться в скалолазании. Хватаясь за веревки, раскиданные вокруг обрыва, мы поднимались в гору, отхватили немного острых ощущений. Один из обрывов особенно популярен среди клиффайдеров и роуджамперов. А вот известного трехметрового стального красного маяка на краю каменной платформы мы так и не увидели. Оказалось, что в прошлом году случился сильнейший ураган, в результате которого маяк, который прослужил 40 лет, просто не выдержал и уплыл в море. На полуострове можно найти окопы полевого опорного пункта, руины старых зданий и двухамбразурный каменно-бутовый дот, пулеметный капонет. Проект 1941 года. А вообще, если поездить по труднодоходимым местам русского острова, можно встретить много разных заброшенных военных сооружений. В начале 20 века, когда отношения между Россией и Японией обострились, на острове Русском начали активно возводить военную крепость. И почти два века он был занят военными как на суше, так и на воде. Сегодня на острове Русском обучаются студенты, есть большая больница и океанариум, о котором, кстати, я расскажу в следующем своем выпуске. А мыс Тобизина отнесен к разряду памятников природы. Мы собирались вот туда вот идти, на так называемую сиську, это там расположена радиорубка заброшенная, просто стоит так эпично, соском вверх. Пока мы ехали туда, мы в автобусе увидели другую гору, поднялись сюда и оказалось, что здесь очень крутая смотровая площадка, с которой обозревается Владивосток абсолютно вообще во все стороны. Видно море со всех сторон, видно все районы, в общем, отсюда очень хорошо можно увидеть город и, если честно, я о этой смотровой площадке ничего вообще никогда не слышала, нигде ее в интернете не видела. Совершенно случайно по дороге до радиорубки мы заметили еще одну классную сопку. Не подняться на нее было бы кощунством, потому не раздумывая, мы выскочили из автобуса и пошли по направлению, как позже выяснилось, сопки Бурачка. Чтобы попасть туда, мы шли через дворы, скверы и даже школьный двор прошли. Но этот непонятный путь однозначно стоил того. Очень красивое место, не очень просто сюда добраться, смотря, правда, тоже откуда. Здесь есть специализированные дороги, здесь обустроена вот такая вот подъемная лестница, железная, красная, и здесь абсолютно потрясающие виды. Свежесть этой смотровой площадки выдает яркая краска лестницы, которая поднимается на 300 метров вверх. По большому счету почти вся лестница, одна большая видовая площадка. Есть две точки для фотографирования, большая на вершине и маленькая чуть-чуть пониже. Некоторые информационные ресурсы утверждают, что вторая площадка временная, и на втором этапе работы ее продлят. И в итоге можно будет совершить прогулку почти вокруг всей сопки. Но сейчас делать этого цивилизованным, безопасным образом нельзя. Но детей это, например, не останавливает, и они бесстрашно носятся прямо по скалам. А мы постарчески просто сидим на камнях и наслаждаемся видом города во все его стороны. А еще во Владивостоке очень сильно ощущается влияние Японии, точнее это очень сказывается на ассортименте в прилавках магазинов. Там очень много всяких различных японских товаров, в общем, конечно же, я не смогла удержаться. Набрала всяких прикольных японских штук для того, чтобы наборами разыграть их среди тех, кто оставит комментарий под этим видео. Здесь у меня, внимание, для трех наборов разные немного продукты, ну точнее разные по вкусам, а по тематике все одно и то же. Это лапша японская, заваривающаяся. Не знаю, любишь ты ее или нет, но в любом случае, я думаю, что попробовать всегда стоит. Очень классные японские напитки мне, они очень нравились, я их пила все время, они просто чумовые, очень вкусные. Разные чипсы, оригинальные вот такие, причем крабовые, они абсолютно похожи на то, что мы ели в нашем детстве. Это прям вот вкус из детства, не те зяки-зяки, которые сейчас вообще бумага, а вот именно прям вот те дружные, сочные, жирные. Очень классные. Такие вот, и вот такие тоже красивые. И в общем, сверху насыплю еще японских конфет. Для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, как всегда, нужно всего лишь оставить комментарий под этим видео. Абсолютно любой, потому что потом я разыграю эти подарки в прямом эфире, а на своем YouTube-канале. Обязательно приходи на эфир. Если тебе нравится то, что я делаю, ставь лайк, пиши комментарий под этим видео, подписывайся на мой канал. Благодарю тебя за то, что провел этот день со мной. Это Яна Алексеева, понаехавший влог. Пока-пока. Я, как всегда, через неделю... Я набрала для трех наборов... Я набрала для трех наборов... Я набрала для трех наборов...